Природа – главное богатство нашей страны. В этом уверен депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, который разделяет боль жителей Росаргуйской части города Видное, где две недели назад произошел вопиющий случай. Собственник земельного участка возле конечной автобусной остановки спилил 17 здоровых лип. Мы обязаны сейчас максимально разобраться, наказать. Не знаю, если крупномеры такие есть, что кто-то вырубил, посадил такие же, не знаю. Может быть, это тоже будет одним из дополнительных наказаний. Но самое главное, нужно понимать, что люди крадут у нас наше богатство. Наше богатство, да. Попробуйте из Гоухрана украдить и там слиток золота – это невозможно. Но самое большое богатство для нас – это наша природа в ближайшее время. Вода, лес, деревья, парки. Ущерб мог быть куда больше, если бы не бдительность местных жителей и моментальное реагирование представителей территориального отдела, которые буквально поймали нарушителей за руку и пресекли дальнейший спил. Один в поле не воин, как мы все об этом знаем и надеемся, что с помощью Вячеслава Александровича удастся как бы на уровне депутата Госдумы эту проблему решить и обратить внимание. Потому что у нас Расторгуево, это зеленая часть города видно и нам необходимо сохранить. Представители администрации Ленинского городского округа намерены разобраться, на каких основаниях парковая земля могла попасть в частные руки. Администрация нашего городского округа обратилась 22 января, практически на следующий день, в суд, для того, чтобы принять меры о снятии данного земельного участка с кадастрового учета и исключении записи из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Как это произойдет, собственно говоря, после этого мы примем все меры. То есть мы поддержили Вячеслава Александровича о том, что примем меры для того, чтобы привести данную территорию в исходное состояние. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. К делу подключились все правоохранительные органы. Прокуратура, Следственный комитет. Вячеслав Итисов взял ситуацию под личный контроль. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.